Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, у меня уже несколько случаев было на канале, когда я признавала, что я была неправа, либо ошиблась. И, скорее всего, я была неправа, либо ошиблась, либо недооценила всю ситуацию, насколько она серьезна с коронавирусом. Итак, последние новости, вот буквально опубликованные два часа как, состоят из того, что да, отменили карнавал Венеции, и вообще отменили до 1 марта, включая 1 марта, все какие-то публичные собрания. Это мессы, это различные соревнования детские и недетские также, и отменили также школу. Единственное, что я хочу сказать, что, например, Данечка должен был начать школу в среду, а Егор только в четверг, а Гаврюшечка начинает школу 2 марта, когда, в общем-то, карантин, и вот такая, на самом деле, это не называется у нас здесь в регионе карантином, это просто закрытие школ, никто пока не называет это карантином, наша зона в Эйна-Туне находится пока в карантине. И вот таким образом, вот таким образом. И да, отменили карнавал Венеции, точнее, с сегодняшнего, получается, с сегодняшней полуночи все карнавальные шествия, а, возможно, вы знаете, возможно, нет, карнавал это очень длительный процесс, он растягивается на несколько дней, точнее, даже на несколько недель, есть открытие карнавала, есть потом карнавальные шествия в течение карнавальных вот этих дней, и также есть закрытие карнавала, то, что предвещает закрытие карнавала, поэтому официального закрытия карнавала Венеции в этот раз не будет, либо его перенесут, и на данный момент в Венеции закрыты также и музеи. Но, на самом деле, не только в Венеции, а вообще в Эйна-Ту, но мы понимаем, что основное количество музеев, оно, конечно, сосредоточено в Венеции. Вот такие фотографии, я не знаю, правдивы они или нет, я склонна, как вы знаете, не паниковать и ничему не верить, но, тем не менее, такие фотографии опубликованы. В Милане также, Милан это Ломбардия, надеюсь, что я не ошибаюсь, Милан это Ломбардия, там тоже приостановлены и в большей мере, и несколько даже раньше, приостановлены все публичные какие-то манифестации. Соответственно, людям рекомендовано не посещать место. Единственное, что я не совсем поняла, и мне рекомендовано, а я не поняла, проштудировала достаточное количество интернета, и, кстати, из школ не пришло еще официального письма, ни из детского сада, ни из двух школ, где учатся Егор и Габриэль, пока официальных писем о том, что, да, мы остаемся, дома не пришло. И могу сказать, что вчера я встретила знакомых, и, как оказалось, наша соседняя школа Вабана, мы никто не понял из родителей, то ли она закрыта была в субботу, то ли часть родителей самовольно решили дать детям разрешение школу в субботу не посещать. И если Егор и его одноклассники в субботу в школу пошли, то, например, ребенок моих знакомых и многие из класса в школу не пошли. Но это было решение школы, что вряд ли, потому что не было пока таких указаний, закрыть школу и делать в субботу непосещаемым днем, то есть не учебным днем. Либо это все-таки было решение родителей, объединившиеся в чате. Сейчас все чаты, конечно же, переполнены, и самые-самые горячие новости я получаю именно из родительского чата. Я имею троих детей, а подписано только на один чат, просто потому что уже не знала, как от него отписаться. Это чат Егора, он самый важный для меня, потому что Егор в этом году меняет школу, я боюсь что-то пропустить по незнанию, потому что я иностранка в этой стране, боюсь всегда пропустить какие-то экзамены, какие-то встречи с педагогами, поэтому в этом чате я осталась. Но я уверена, что чат одной школы, а также детского сада Дани, он просто переполнен. Итак, в Милане ситуация очень серьезная. Посмотрите, как интересно в Иске. В Иске приостановлено с Баркомейнту, то есть нельзя сойти на берег, хотя я не представляю, как вообще все это будет проверяться, людям из зон Венето и Ломбардия, Ломбардия, как мы говорим здесь в Италии. Соответственно, если я захочу сейчас поехать на остров Иске, я не смогу выйти на берег, покинуть, соответственно, получается, паром, паром возят на Иске. И также интересно, что и люди из Китая. Опять же, здесь не очень понятно, вот из того, что я вам показывала, люди из Китая, просто вот они, у них внешность, как будто бы они люди из Китая, либо они должны какой-то документ предъявить. Им вообще нельзя с Баркомейнту, то есть они вообще не могут высадиться. Бергаму зафиксированы положительные случаи, хотя мы должны понимать, что такое положительный тест на коронавирус, и что такое смертельный исход, либо когда человек находится в тяжелом состоянии. И поступили, насколько я знаю, новости из Рима, что молодой человек, который болел коронавирусом, он выздоровел. Сейчас его пробы негативные. Хотя вот, повторюсь, информацию ее как-то очень сложно найти в интернете, что именно официальную, то есть, допустим, у каких-то проверенных газет, либо уж тем более на портале министерства, вот я, например, затрудняюсь, подобную информацию найти. Поэтому в Бергаму тоже зафиксирован положительный тест, то есть, тест дал положительную пробу на коронавирус. И вот каким-то образом вот так мы сейчас и живем. Больше, в общем-то, сказать вам ничего не могу. Единственное, что покажу вам, вот из Милана такой репортаж, хотя, опять же, это было сфотографировано специально, либо это было сфотографировано когда-то. Мы с вами никогда не узнаем. Ну, вот такая фотография, под ней текст о том, что со вчерашнего дня в Биланских супермаркетах все сметается, люди закупаются, чтобы как можно реже посещать супермаркет, ходят с двумя, с триня тележками. И могу сказать, что моя семья вот на данный момент как-то вообще без продуктов. Мы, ну, повторюсь, вот как-то мы не кинулись в супермаркет, хотя, возможно, стоило это сделать. И, кстати, у нас отменены рынки, хотя, на мой взгляд, я бы на рынок скорее пошла и купила что-то, что нужно мне и моим детям, чем в супермаркет, где закрытое невентилируемое помещение. Но, тем не менее, рынки тоже приостановлены, соответственно, и рынков не будет. И, да, люди, как написано в этой статье, с двумя-тремя тележками, очереди на кассы и вот такие пустые полки. Ну, и вот такая интересная тоже позиция нашего, получается, он у нас губернатор, губернатор Лука Цзайя. Надеюсь, что я правильно ставлю ударение. Цзайя, может быть, не знаю, никогда не слышала, потому что я, на самом деле, человек, который вот, ну, я часто говорю в своих видео о минимализме, что я не смотрю новости, не смотрю телевизор, и поэтому я сейчас не знаю, как этих людей зовут и как произносятся, как произносятся их имена. Кстати, у меня был интересный случай. Я говорила, что к нам в Падуе приезжал Матунелла. И я смотрю, именно когда я садилась в автобус, ждала автобуса, был кортеж. Это было так неожиданно. Я только в России видела вот эти кортежи, которые прикрывают там полдороги, полгорода. И это был очень серьезный кортеж, очень серьезные машины, очень серьезное сопровождение. И я в определенный момент увидела, что люди машут, машут руками. И я спросила, а кто, кто это? А мне сказали, а Матунелла? Я такая, а я даже не знала, кто такой Матунелла. На самом деле, к своему студу, наверное, живу в стране. Не знаю, кто такой Матунелла. Так вот, я не знаю, как эти имена произносятся. Совершенно я вне политики. И самое главное, совершенно я вне новостей. Так вот, Лука Дзария принимает решение о том, что школы и будут закрыты, учебные заведения будут закрыты. Но это, внимание, неофициальная позиция, которая дана, скажем так, Министерством здравоохранения. Министерство здравоохранения, насколько я поняла, пока еще никаких разъяснений по поводу такого официального карантина либо официального закрытия школ не дала. Поэтому какие-то такие новости на данный момент. И могу сказать, что для моей семьи это все очень-очень сложно, потому что в этом году мы должны не просто подавать документы, как мы всегда делаем на вид на жительство. В этом году как раз-таки Егор должен подавать документы самостоятельно, потому что ему 14 лет. И я рассказывала, очень многие видео посмотрели на канале, где мне ребенка не вписали в паспорт. Не должны были вписывать. В общем-то, все зрители были правы. Но меня могли спросить. Дорогая женщина, у вас трое детей, и вы делаете паспорт и не изъявляете желание вписать детей туда. Потому что, да, возможно, в России уже детей не вписывают. А здесь, когда мы получаем паспорта, мы можем получить на них новый отдельный паспорт. Либо все-таки по старинке, получая паспорт старого образца, на 5 лет, который я и получала, мы можем писать ребенка. И меня не спросили, и мне не предложили. Не должны были, конечно. Хотя, я думаю, что суть работника посольства и консульства, она в том и заключается, чтобы, в общем-то, оберегать наши с вами интересы граждан той страны, в посольство которого мы приходим. И сейчас, если Егору не обновить очень быстро паспорт, не вписать его, точнее, в мой паспорт, я уже связалась с генконсульством, мне, кстати, ответили очень быстро в течение этого же дня, и дозвониться я до них не смогла, а вот ответили мне очень быстро. За что им большое спасибо. Сказали, что моя заявка на рассмотрение, я описала им ситуацию, что ребенок останется у меня просто без вида на жительство. Потому что, если ребенок не вписан, либо у него паспорт истек, нужно подтверждать гражданство. А это 6 месяцев. Плюс еще получение паспорта какие-нибудь хорошие, 4 месяца. И все это время, я думаю, что, если наше генконсульство не пойдет к нам на встречу, пойдет на встречу нашей семье, Егору, в частности, Квистура Падуэ. И с чем я все это рассказываю? Потому что сейчас мне без очереди дадут аппунтаменту, то есть встречу в генконсульстве. Я даже не знаю, ехать туда с Егором на поезде в Милан, в город, конечно же, в котором был первый случай, точнее, рядом с этим городом был первый случай коронавируса, либо не ехать. Я, на самом деле, склоняюсь, конечно же, к тому, чтобы отказаться. Потому что я думаю, что здесь события будут развиваться таким образом, как они развиваются. И Квистура Падуэ тоже приостановит выдачу видов на жительство и каким-то образом пролонгирует то, что имеют люди сейчас, у которых истекает вид на жительство. Вот такие новости. Желаю всем здоровья, бодрости, духа. Не паниковать прежде всего. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.